Добрый вечер, дамы и господа! И сейчас продолжение описания возрастов души, или бесконечного количества уровней души, через которые мы проходим, начиная с земли. И сейчас восьмой уровень души, уровень развития души, называется мастер. После того, как старая душа закончила курс обучения на физическом плане планеты Земля, ей остаётся всего одно воплощение. Это можно сравнить с окончанием школы, когда выпускник приходит на последний звонок. Таких душ называют те, кто в последний раз. Это уровень мастера. Детство и взросление. Родившись, мастер понимает, что он не такой, как все. Мастер наблюдает сверстников со стороны и понимает, что здесь что-то не так. В детстве мастер отстранён от остальных детей. Детство для мастера тянется мучительно долго, так как ещё не все знания вернулись и осознаются. Мастер к 14 годам начинает улавливать своё предназначение, воспринимая его мечтой. Мастер к 21 году точно знает, зачем сюда пришёл. Мастер понимает, что это его последнее воплощение. Мастер знает все правила игры. Мастер существует в двух мирах одновременно. Мастер каждую ночь отправляется в астральный план. Мастер в любое время может обратиться к своим наставникам, гидам, учителям, сверх-я, высшим-я, с вопросом. Но делает это редко, так как он уже многому научился и сам готовится перейти на их уровень развития. Мастер получает удовольствие от игры. Любовь. Мастер понимает, что чувство одиночества ему навязано и может спокойно не воспринимать его. Мастер понимает, что его вторая половинка также находится на уровне мастера или приближается к этому уровню. Мастер во второй половинке видит самого себя. Мастер во второй половинке видит душу. Мастер ничего не требует от своей второй половинки. Мастер никогда не ревнует. А как можно ревновать и что требовать от самого себя? Они оба осознают, что играют в игру и наслаждаются этим. Мастеру не присуще чувство собственности по отношению к своей второй половинке. Мастер может жить один, без второй половинки. Но это только видимое одиночество. На самом деле, мастер не хочет концентрировать энергию на определенного человека, так как это неэффективно и эгоистично. Вместо термина «любовь» мастер предпочитает термин «абсолютное понимание». Абсолютное понимание распространяется на всех людей, без исключения. Дети. В детях мастер видит самого себя. В детях мастер видит развивающиеся души. Когда мастер видит, как дети играют и как беспечна их жизнь в детском возрасте, он понимает, что многому еще им придется научиться. Мастер никогда не запрещает чего-либо детям, потому что это процесс обучения на собственном опыте. Мастер никогда не ругает детей и не наказывает их. Как можно ругать себя? Мастер никогда не будет иметь детей. Ведь сама система рождения и воспитания служит для продолжения рода человеческого. А так как это его последнее воплощение, то сама суть продолжения жизни кажется несущественной. Мастер полностью через понимание убирает навязанные отцовские и материнские инстинкты. Они мастеру просто не нужны. Деньги. Мастер не работает, а творит. Мастер создает компании на пустом месте, играючи, так как видит намного шире и больше обычных людей. Мастер знает все правила игры и может вертеть ими, как ему угодно. Создавать и творит для мастера так же легко, как и разрушать. Работа мастера не воспринимается как нечто важное, ценное. Кажется и на самом деле эта игра все делается играючи, легко и быстро. И мастер органически не может принять важный, солидный вид. Он смеется над собой своими произведениями и другими людьми. Деятельность мастера всегда гармонична. Так же гармонична, как гармонична природа. Природа. Мастер находится в гармонии с природой. Мастер чувствует природу всем своим нутром. Мастер видит знаки, которые показывают ему природа. Для мастера весь окружающий мир песок, камни, вода, воздух, растения, животные, насекомые. Все живое. Мастер хочет запомнить все проявления физического мира перед тем, как навсегда его покинет. В то время, когда люди бегут, укрываются, прячутся от дождя, мастер наслаждается падающими каплями дождя на его тело. В то время, когда люди отворачиваются от ветра, мастер наслаждается его прикосновениями. В то время, когда люди мерзнут зимой и млеют от жары летом, мастер наслаждается восприятием температур физическим телом. социум. В то время, когда люди бегут с работы домой и дальше по своим делам, делают все в спешке, мастер идет медленно и уверенно, ему некуда спешить. В то время, когда люди идут, глядя себе под ноги на асфальт, на дорогу, на дома, на людей, мастер видит небо, облака, солнце, деревья и души вокруг себя. Идя среди людей, мастер видит не физические тела, а энергетические сгустки желтоватого цвета в виде сферы в районе груди. Чем ярче цвет, тем выше уровень развития и осознанности души. Мастер — это то, чего с точки зрения социума быть не может. А значит, мастер, а значит, социум его и не видит. Подсознание социума не пускает в сознание то, чего не может быть. Обучение у мастера В каждом ученике мастер видит самого себя. Мастер учит так, как хотел бы, чтобы учили его. Мастер ведет ученика дорогой, по которой прошел сам. Мастер знает, что когда ученик пройдет весь путь, тогда он сможет понять и оценить, насколько высоко поднялся уровень развития. Учиться у мастера очень легко. Только многие этого не понимают из-за своей ограниченности и предвзятости. Иногда в начале пути ученик не понимает и не может принять условия обучения. Условий обучения. Так и должно быть. Если бы ученик видел все, чему он научится, он уже был бы мастером. Часто ученик имеет представление о том, как должно происходить обучение. Но это представление ошибочно в корне, так как оно не может вести вверх, а ставит ученика на том уровне, на котором он находится сейчас. Каждый же ученик мастера прошел путь... Каждый же ученик мастера прошел весь путь. А не, когда же ученик мастера прошел весь путь, тогда он, передавая знания, поведет тем же путем, каким он... каким шел он сам. Ведь этот путь ведет к мастерству. Ученик, пройдя путем мастера, возможно, не сможет взять и понять все, что ему было показано. Однако уровень его вырастет настолько, что, вернувшись к обыденной жизни, к своим друзьям и коллегам, ученик заметит, как высоко он поднялся, и как глубоко было учение мастера. Первая задача это очистить замаранный лист, на котором писали все, кому не лень. Все, у кого хватило наглости думать о себе, как о человеке, который может чему-то научить. Только мастер сомневается в своей компетентности учить и давать советы. У остальных у слабоумных. С этим намного лучше. Они вообще редко в чем-нибудь сомневаются. Особенно уверенно они дают советы взрослым и учат детей. Мастер никогда не дает советов. Он отвечает, когда задают вопрос. Мастер показывает путь. Как мастер уходит? Неправильно считать, что мастер это седовласый старик. Мастеру незачем жить до глубокой старости, так как это неэффективно или доводить себя до состояния старости. Мастер уходит, когда понимает, что миссия его закончена. Мастер может уйти в любом возрасте, когда захочет. А это может быть даже в 25, даже в 30 лет. Мастер после ухода из физического плана, закончив цикл воплощений, переходит на новый уровень развития, где будет также обучаться. После ухода мастера люди сожалеют, что не успели прикоснуться и поучиться у мастера. Мастер же не сожалеет ни о чем. Абсолютно. Это все про этот уровень развития или возраст души. есть и другие, но о других вам еще рано знать. Когда вы дойдете до мастера, то возможно или скорее всего вы начнете видеть следующие этапы развития. Это даже естественный процесс. Поэтому дальнейшее описывать я не считаю нужным пока, хотя не исключаю этой возможности. и сейчас я закончил описание всех восьми пунктов или ориентировочно примерных этапов развития людей на земле или душ в подобных измерениях. если вы уловили кто вы на этой шкале то у вас все в порядке. Хотя вы можете ошибаться, но не бойтесь ошибаться. Это естественно. Сегодня вы можете думать на на одно на один этап завтра на другой через год на третий это нормально. Когда вы думаете что вы очень крутой то естественно эти мысли и особенно эти высказывания начинают к вам подводить такие ситуации которые как раз очень легко проходит мастер или старая душа или один из этих этапов которых перечислены. И если вы не проходите вы начинаете сами притягивать эти испытания которые легко прошел бы тот кем вы себя считаете. Здесь и вы себя сами начинаете видеть проявлять и фиксировать на каком этапе развития вы находитесь. Если вы боитесь притягивать к себе ситуации называть себя кем-то вслух это озвучивать и внутри у себя предполагаете кто вы или еще не знаете ищете пытаетесь понять или желаете у кого-нибудь спросить вы можете спрашивать у меня вы можете заказать целую консультацию на час например или на полчаса хотя на час было бы более глубоко ну или на 45 минут или вам выбирать на сколько за это время я буду задавать вам наводящие вопросы из которых будет складываться общая картина кто вы зачем вы почему вы и если останется время то отвечу на ваши другие вопросы потому что сразу понять непросто окинуть всю вашу жизнь прошлую и что вы еще не реализовали и кем вы еще станете хотя я это и тоже могу но скорее всего я увижу вашу текущую реализацию кем вы сегодня являетесь это может быть не обязательно полное обозначение на какой стадии развития находитесь а именно то какую стадию вы реализовываете именно в данный момент это я могу видеть это вы тоже можете у меня заказать рублей за 500 сегодня я это еще сделаю может быть завтра за 600 хотя цена еще будет регулироваться но консультацию по поводу выяснения у меня стоит от 50 рублей минута если желаете заказывайте мы с вами поговорим в скайпе в реале по телефону через аудио запись через видеозапись или предлагайте свои способы как телепатию телеэмпатию или чем вы обладаете что вы умеете наверное на этом я завершу это видео и до следующих встреч